ну здравствуй великий бульвар открывая свой зонтик между прочим хочу вам сказать вроде бы он сделан великобритании можете себе представить существует такая информация но открывать в общем и он у меня уже достаточно давно я думаю уже лет 15 так в общем это у нас посмотри какие камушки просто-напросто в них проваливаешься это кстати неплохо вот это мне нравится в общем романтическая картина хочу рассказать что я вот когда шел в детстве я вот я вот так вот держал зонтик вот 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 этой рогательный вот в этой смысле лицо держал ну и я же с родителями там по отдельности с кем-то из родителей я вот так шел шел смотрел под ноги и вот смотрел вот на эту ткань зонта на эти распорки зонта дома я кстати делал из зонтиков себя штабик каких же был размеров что под зонтиками там прекрасно умещался очень 3-4 зонтик раскладывал и там под ними ползу а еще у меня появился самый-самый-самый первый вообще киндер сюрприз я его уже показывал это не киндер сюрприз как будто яйцо какой-то другой марки там был динозаврик это еще было либо девяносто пятый год либо еще до него потому что когда я еще живу на петро 18 а шкарале я значит клал в яйцо прокладывал яйцо ваткой ваты или это какая-то коробочка была чтобы мой динозаврик не мерз ну и вот по такой же бесконечно дождливой погоде шел динозаврик у меня в кармашке не мерз вот так вот а вообще что касается данных да о том что было в детстве вчера разговаривали в общем конечно все сильно изменилось и многие детали они упущены вот так вот ты пытаешься вспомнить все таки все меришь современной меркой но знаешь я даже недооценивал еще степень того насколько обо мне заботились опекали все всей семьей всем кланом что называется в общем у всех бы было такое детство ну и повторяю еще раз что надо это просто необходимо ребенку обеспечить чтобы у него было хорошее детство потому что больше ничего хорошего на не будет скорее всего вот этот театр реминия горького считается что выдающаяся архитектура да ты знаешь когда как говорится приподнимешь замыленный взгляд в общем действительно это так ну вот другой стороны не все не все дети этого заслуживают потому что еще раз говорю я ребенком сам был я помню прекрасно я находился внутри этого детского общества и я вам скажу что зла я там наблюдал предостаточно предостаточно это еще light вариант потому что из омерзительные этой фашистской общеобразовательной школы меня забрали вовремя через два две недели а если бы я там остался вот тут я бы уже сполна бы узнал что такое что такое зло друзья мои ну слава богу я был помещен в тепличные условия в гимназию синяя птица там на 100 человек вся школа 100 человек домашний класс и все это она про все это уже рассказывал вообще тема синяя птица друзья мои вот кратко я в общем как сказать не хотел бы никогда ни при каких условиях переобуваться становится при одном говорить одно при другом другое но существуют такие ситуации когда ты реально не можешь сказать что-то открытым текстом но здесь я могу сказать открытым текстом во всеуслышание чтоб меня безусловно положительное мнение об этой школе безусловно и опять же во всеуслышание могу сказать что были некоторые перекосы скажу так сказать интонацией валерий дмитриевич соловья до признан присвоено почетное звание на агент ну в общем есть перекосы и собственно перекосах я пока промолчу